Приблизительно 4 гривны в месяц за каждого абонента должны будут заплатить кабельные операторы и интернет-провайдеры за аренду тех мест, в которых размещается их оборудование. Мы понимаем, что в бюджете города нет ни копейки на это коммунальное предприятие. И, естественно, это коммунальное предприятие, которое в этом порядке будет собирать деньги с кабельных операторов и интернет-провайдеров. Понятно, что затратная часть увеличится, и вот эта затратная часть будет переложена на потребителя, то есть на простого одессита, который нуждается в своевременном и качественном получении информации или от интернета, или в данном случае от кабельных операторов. Тариф еще точно не разработан и не утвержден, но то, что компаниям, предоставляющим телекоммуникационные услуги, придется платить дополнительные деньги, становится понятно из новых правил. Их и обсуждали сегодня на общественных слушаниях в городском совете. Один из камней преткновения – кто должен давать разрешение на размещение телекоммуникационного оборудования и какова роль коммунального предприятия «Одесские инженерные сети», созданного еще в 2009 году. В этом порядке, в котором говорится, как непосредственно будет принимать участие коммунальные предприятия? Объясните. Мы увидели, что коммунальное предприятие, которое с 2009 года, я повторюсь, ничего не сделало в этом вопросе. Кроме того, по мнению представителей одесских кабельных операторов и интернет-провайдеров, в принятии городских правил нет никакого смысла, ведь национальная комиссия по связи и телерадиовещанию уже утвердила всеукраинские правила. Теперь они должны быть приняты на уровне кабинета министров. Уже разрабатывается методика для того, каким образом нужно размещать телекоммуникационное оборудование. Это все делается в Киеве. Там целая группа работает общественников, крупных предприятий, провайдеров интернета и телекоммуникаций. Проводится огромная работа. Поэтому я считаю, что все, что мы сегодня говорили, поговорили и все, и будем надеяться, что примутся правила, которые разработаны комиссией, которая в этом хорошо все понимает. Будет разработана методика, и тогда в таком случае операторам и провайдерам телекоммуникаций будет работать нормально. Одна из главных претензий одесситов к операторам кабельных сетей и интернет-провайдерам – то, каким образом установлено их оборудование, а именно свисающие со всех домов и деревьев провода. Мы сами понимаем, что это некрасиво, что это неэстетично, что это портит вид города, и принимаем меры к тому, чтобы все эти телекоммуникации, специальные у нас уже оборудования закуплены, короба, и все это будет сделано в цивилизованном порядке в ближайшее время. Формально после проведения общественных слушаний доработанный проект правил должен быть вынесен на утверждение сессии Горсовета.